Паук-карнаж. Ну, этот костюм мы получаем в конце игры, когда уничтожаем главного босса, Карнажа. Я надеюсь, что это ни для кого не спойлер, раз вы посмотрели моё прохождение. И костюм действительно необычный, очень необычный. Кстати, я не понимаю, что это такое. Зелёное, да, у него на логотипе, вы тоже, наверное, видите. Костюм обычного Человека-паука, скорее всего, но на которого переполз симбиот. И он начал превращаться немножко в Карнажа. Кстати, знаете что? Мне этот костюм напоминает Армаркинга из Текена. У него тоже был, у Армаркинга в Текене тоже была такая, как его сейчас, сейчас напомню, извините. Сейчас помню, сейчас помню. Маска, ну не маска, как это? Шлем, нет, ну блин, я не помню. Ладно, в общем, у него тоже была маска и с ртом. И рот тоже не двигался, когда ты дерёшься, это тоже очень забавно смотрелось. Знаете, какой-то змеи. Вот, здесь то же самое, тоже забавно выглядит. Глаза, кстати, замечательные глаза, сразу это подчёркиваю. И мне нравится, что вот этот симбиот очень красиво нарисован, так выделен, что действительно переползает по костюму. Это действительно на пятёрочку, костюм классный. Идём дальше. Железный паук. Думаю, здесь всё понятно. Этот костюм сделан был не Питером Паркером, но для Питера Паркера. А кем он был сделан? Тони Старком. Конечно же, Тони Старком. Замечательным плейбоем, филантропом, миллиардером. И просто замечательным парнем. Значит, костюм выглядит, на первый взгляд, он выглядит вообще изумительно, да? Но здесь не хватает немножко в игре одной детали. У него, видите, сзади только что он поворачивался. У него сзади такая пимпа. Из неё должны вылазить такие паучьи лапки. Железные паучьи лапки. И в комиксах, насколько я помню, они были. Они были сделаны очень классно. Он мог с помощью них как-то передвигаться, по-моему. И с помощью них сражаться тоже. В общем, в комиксах это было реализовано намного круче. Но здесь костюм неплохой, да. Но если бы были эти лапки, то было бы просто 10 из дизи. Хотя я не знаю, почему они их не добавили. В шерстне есть эти крылья, а вот здесь этих лапок нет. Это странно. Ну или хотя бы добавили бы кнопочку, которая могла бы открывать эту пимпочку. Да, то есть было бы круто, если бы добавили. Этот костюм в игре даёт выносливость. То есть если нас бьют, то нам не почём. 100% выносливость, огнестойкость и стойкость к пулям. Я думаю, что здесь всё тоже логично. Потому что костюм выполнен из железа, из металла какого-то, да. Супер прочного. Я думаю, что из того же металла, из которого сделан костюм Тони Старка, железного человека, да. Вот, поэтому, да, действительно, он должен быть стойк к пулям и огнестойким. Окей, космический человек-паук. Об этом костюме я мало что знаю. Вообще, видела его впервые тоже в Shutter Dimensions. Если вы не смотрели, то тоже можете посмотреть прохождение на моём канале. Игра, кстати, очень классная. Космический человек-паук. Если честно, то костюм выполнен просто замечательно. Мне он нравится. И глаза здесь, хоть они и небольшие, но сделаны они очень классно. У него лоб так нависает, да, то есть, и он более такой сердитый, более угрюмый. И это классно. И мне нравится идея с маской. Она выполнена как в паутине. Весь костюм такой синий. Он, знаете, что-то мне напоминает, но если честно, не помню. Может быть, Milky Way? Нет. Не знаю. В общем, костюм выполнен действительно неплохо. Но мне не нравится... Что мне не нравится? Да всё мне нравится, кстати. Очень классный костюм, да. Он тоже добавляет... Ничего не добавляет к способностям паука. Но он... Нет, кстати, к регенерации он добавляет. Но у него есть и радиус интуиции, и эффект ионной паутины. То есть, костюм очень неплохой. Появился он впервые в новом Человеке-пауке 329-м выпуске. Если вам интересно, то посмотрите. Кстати, это было в 90-м... В 90-х годах. Чёрный паук. Чёрный паук. Я думаю, все знают, откуда он появился. Кто это такой и вообще, что с ним произошло. Значит, это Питер Паркер. Это наш любимый всеми Питер Паркер. Но как он стал чёрным? Что произошло, ребята? Что случилось? На него переполз чёрный симбиот. И он... Его костюм покрылся чёрным симбиотом. Он стал чёрным. И обрёл новые силы. Он обрёл действительно новые силы. Что, кстати, я хотел бы заметить. В игре не реализована возможность, чтобы он выпускал свою паутину не из... С его этого... Как это? Запястья? Я не помню, как это называется, если честно, эта часть. Но выпускал бы он именно с кулака. Вот видите, у него на кулаках такие белые прямоугольники. Вот если бы он выпускал оттуда, было бы просто классно. Потому что, как я помню, и по мультику. Комиксы я, если честно, не видел его в комиксах. Но, как я помню... Нет, вообще в комиксах я его видел. Но именно первое появление я его не видел. Возможно, перечитаю после своего же видео. Кстати, появился он в 1984 году. Ребята, это было очень давно. Так вот, в мультике я помню, что у него именно из этих прямоугольников вылетала паутина. Он реально обрел мощь, он обрел силу. Он почувствовал себя более крутым, нежели в прошлом своем костюме. Да, и здесь виден сразу логотип Венома. Ладно, идем дальше. Ну, да, костюм, я думаю, не подлежит вообще какому-то обсуждению. Он крутой. Он крутой, да, дает в игре бонусную технологию. Бонусная технология. Что нам за бонусы? Ну, возможно, если мы получаем бонусы, то они будут намного круче, чем на других костюмах. Если честно, я не знаю. Так, Человек-паук Нуар. Давай, появляется картинка. Ага, отлично. Значит, костюм Нуара. Это, наверное, моя любовь. Это тоже один из самых лучших костюмов в этой игре. Первый, ну, наверное, первый все-таки будет по дизайну. Это 99-й. А второй Нуар. Потому что Нуар как бы особо не изменился. А вот 99-го доработали и сделали это замечательно. Но Нуар выглядит, как всегда, на высоте. Как всегда, на высоте. Костюм выполнен. Мое почтение. Посмотрите, вообще, очень классные у него очки такие, да. Очки пилота. Мне они нравились и в Shutter Dimension, и здесь. В общем, и маска у него крутая. Очень крутая. Вот, сшитая на голове. Это все выполнено круто. Такая кожаная жилетка. В общем, костюм выполнен классно. Но, опять же, я бы хотел бы, чтобы добавили пистолет. Потому что, насколько я помню, я давно еще как-то читал. Или смотрел. Или это у Бэтмена было. В общем, не помню. Но, кажется, у Паука был пистолет. У этого Паука. Давайте прочтем в описании. В смысле, даже... А, то есть, он... Ну, здесь написано, что он бы не стал носить пистолет. Но мне вот почему-то помнится, что в комиксах был у него пистолет. И он именно с бандитами расправлялся с помощью пистолета. У него не было, по-моему, тогда паутины. Хорошо, я еще посмотрю в комиксах. Если вы посмотрите быстрее меня, то напишите в комментариях. Ну, в игре, естественно, этот костюм дает скрытность. Он весь выполнен в черных тонах. Это необычно для Человека-паука. Хотя есть уже черный костюм. И он такой по стелсу пробирается. И потихонечку уничтожает своих врагов. Супер костюм. Так, ну и мы подошли к первому костюму, о котором я уже рассказал. Кстати, да, давайте посмотрим. Возможно, я что-то упустил. Что-то я вам не рассказал. Да, вот эти четыре костюма. Сейчас покажу вам. Так. Эти четыре костюма. Вот, Железный Человек-паук, Космический, Черный и Нуар. Я получил за предзаказ игры. Поэтому этих костюмов у вас может и не быть. Если вы не предзаказывали игру. Если вы предзаказали, то все в порядке. Вы можете посмотреть, эти костюмы у вас должны быть. Я думаю, что на этом мы с вами закончим. Я постарался ответить. Я уже начал заговариваться. Потому что действительно очень много рассказал. Он очень много говорил. Немножко подустал даже. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Я надеюсь, что я всем угодил. Я понимаю, что я мало знаю о костюмах. Я постарался рассказать все, что я знаю. Постарался все вспомнить. Если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Это мне будет очень приятно. Напишите в комментариях, что вы знаете о костюмах. Мне будет действительно приятно почитать, что вы расскажете. Я все прочту, все посмотрю. Если вам понравилось видео, то можете подписаться на канал. Такие видео еще будут. Будут и по другим играм. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok